Известный уфолог из Тайваня Скотт Уорринг выступил с санкционным заявлением о том, что Международная космическая станция не летает где-то там на орбите Земли, как все полагают и как об этом трубят вот уже несколько лет СМИ, а находится на Земле. Получается, что все астронавты, посещающие её и работающие на ней, самые обыкновенные актёры. Своё поразительное заключение тайванский исследователь сделал на основе внимательного анализа многих видео с МКС. Одно из них наиболее характерное в этом плане уфолог приводит в подтверждение своего доказательства. «Внимательно посмотрите на станцию», — пишет он, — «некоторые её элементы просто абсурдны с точки зрения космической науки. Например, люк МКС, он совсем не герметичен, и это виды даже невооружённым взглядом. И таких нелепостей, подтверждающих обман со стороны НАСА, предостаточно». Стоит заметить, что Скотт Уорринг — не первый, не последний из конспирологов. Мы не говорим пока о сторонниках теории плоской Земли, кто утверждает, что все космические миссии землян, даже полёт Юрия Гагарина, чистейшей воды мистификация, рассчитаны на простых обывателей, налогоплательщиков. Дело в том, что народу нужно было как-то объяснять немеренные траты государственного бюджета США, всеобщую нищету граждан СССР и так далее. Всё это и прикрывалось, и до сих пор прикрывается космической гонкой двух сверхдержав, а теперь ещё и конкуренции среди многочисленных космических агентств и частных компаний. Причём в этой игре якобы участвуют практически все крупные страны мира, которые имеют единое руководство, мировое правительство в лице иллюминатов. Более подробно об этом можно прочитать, например, в российской газете «Президент». А в качестве маленького подтверждения всего вышесказанного как иллюстрация правдивости слов Скотта Уорринга может служить тот факт, что аккаунт знаменитого уфолога на видеохостинге YouTube сразу же после столь его громкого заявления был заблокирован. Вот только остаётся непонятным другое, что за НЛО постоянно ловили возле МКС знаменитые уфологи, среди которых, например, Стрепчап-1, Джордж Грэхэм, Касси Верон и даже сам Скотт Уорринг. И что же тогда показывает онлайн-видеокамера Международной космической станции, не говоря уже о многом другом? А как считаете вы? Пишите своё мнение в комментариях. Может быть это действительно какие-то учения астронавтов в бассейне? А космос нам они не показывают, потому что много там всяких аномалий. Потому что не должны простые смертные видеть красоту космоса. А может он на самом деле не такой, как нам его показывают, а что-то совсем другое, фантастическое. Стоит заметить, что Скотт Уорринг не первый, не последний из конспирологов. Мы не говорим пока о сторонниках теории плоской Земли, кто утверждает, что все космические миссии землян, даже полёт Юрия Гагарина, чистейшей воды мистификация, рассчитаны на простых обывателей, налогоплательщиков. Дело в том, что народу нужно было как-то объяснять немеренные траты государственного бюджета США, всеобщую нищету граждан СССР и так далее. Всё это и причащие её и работающие на ней самые обыкновенные актёры. Своё поразительное заключение тайванский исследователь сделал на основе внимательного анализа многих видео с МКС. Одно из них наиболее характерное в этом плане Уфо приводит в подтверждение своего доказательства. «Внимательно посмотрите на станцию», — пишет он. «Некоторые её элементы просто абсурдны с точки зрения космической науки». Например, люк МКС, он совсем не герметичен, и это видно даже невооружённым взглядом. И таких нелепых... Известный уфолог из Тайваня Скотт Уорринг выступил с санкционным заявлением о том, что Международная космическая станция не летает где-то там на орбите Земли, как все полагают и как об этом трубят вот уже несколько лет СМИ, а находится на Земле. Получается, что все астронавты посекривались и до сих пор прикрываются космической гонкой двух сверхдержав, а теперь ещё и конкуренции среди многочисленных космических агентств и частных компаний. Причём в этой игре якобы участвуют практически все крупные страны мира, которые имеют единое руководство, мировое правительство в лице иллюминатов. Более подробно об этом можно прочитать, например, в российской газете «Президент». А в качестве маленького подтверждения всего вышесказанного как иллюстрация пародивости слов Скотта Уорринга может служить тот факт, что аккаунт знаменитого уфолога на видеохостинге YouTube сразу же после столь его громкого заявления был заблокирован. Вот только остаётся непонятным другое, что за НЛО постоянно ловили возле МКС знаменитые уфологи, среди которых, например, «Стрепчап-1», «Джордж Грэхэм», «Касси Верон» и даже сам Скотт Уорринг. И что же тогда показывает онлайн-видеокамера Международной космической станции, не говоря уже о многом другом? А как считаете вы? Пишите своё мнение в комментариях, может быть это действительно какие-то учения.